Россия готовит солдат Лукашенко не в России, а летит к нему навстречу в Минск. Украинские политики заявляют, Путин продолжает пытаться уговорить Лукашенко отправить воевать против Украины армию Беларуси. Мог ли Лукашенко Путину отказать? Сегодня, в трехсотый день с начала полномасштабного вторжения России в Украину, говорим в эфире. Это программа «Утро» на канале «Настоящее время». Сегодня вторник, 20 декабря, и с главными новостями к этому утру вас познакомлю я, меня зовут Алексей Александров, здравствуйте. Если вы смотрите нас в фейсбуке или на ютуб-канале «Настоящего времени», обязательно подпишитесь и поставьте лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей. Александр Лукашенко, вероятно, отказал Владимиру Путину в участии Беларуси в войне против Украины. Это вывод аналитиков Американского института изучения войны. Путин вчера впервые за три с половиной года прилетал в Минск для встречи с Лукашенко. При этом только за последние два года Лукашенко десятки раз летал к Путину в Россию, но вчера это изменилось. Аналитики института изучения войны и свой вывод о том, что Лукашенко отказал Путину во вступлении Беларуси в войну, делают потому, что Путин и Лукашенко публично об Украине вчера почти не говорили. Но зато Путин снова заверял журналистов, что Россия не собирается присоединять Беларусь. У России нет заинтересованности, кого бы это ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом. Это тезисы из рубежа, наших беглых. Вот они пару тысяч сбежали туда, деньги-то надо зарабатывать, а просто так ничего не платят. Вот им и подбрасывают. Они даже не пишут их. Эти тезисы им подбрасывают. Накануне вашего сюда визита, ну а о чем говорить? О поглощении? Ну вот удивительным образом Россия оккупировала, а затем объявила об аннексии только в этом году четырех украинских регионов, не говоря о Крыме восемь лет назад. Но Путин продолжает говорить, что Россия никого не собирается поглощать. Сколько раз? В общем, такое Путин уже раньше говорил. Ну а Лукашенко якобы верит Путину и обвиняет в распространении таких якобы слухов белорусскую оппозицию. Больше о том, о чем вчера говорили Путин и Лукашенко, знает наш белорусский корреспондент Роман Васюкович. Ром, привет. Расскажи, как долго вчера говорили Путин и Лукашенко. Привет, Алексей. Только в расширенном формате переговоры с членами правительства длились 2 часа 35 минут, после чего Лукашенко и Путин продолжили разговаривать один на один. Путин назвал переговоры плодотворными, Лукашенко надеется, что белорусское общество в перспективе оценит договоренности, заключенные с Российской Федерацией. Если ранее Лукашенко, в всяком случае, публично всячески пытался дистанцироваться от российской агрессии, говорил, что, мол, Беларусь только выполняет союзные обязательства, то вчера он публично назвал и себя, и Путина соагрессорами. Давайте посмотрим. Ну, вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну, приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все. В свою очередь Владимир Путин сказал, что сотрудничество Беларуси и России в дальнейшем продолжится. В первую очередь он сказал, что Россия даже в ущерб себе будет поддерживать, например, строительство белорусской атомной электростанции, будут сотрудничать в космической сфере. Также Путин сказал, что цитата «Беларусь является союзником России» в прямом смысле этого слова. Давайте посмотрим, что сказал Владимир Путин также. В настоящее время на территории Беларуси проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран. Создано и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны. Договорились и впредь, сообща, принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран. Уделять приоритетное внимание подготовке войск к повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки. Осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники. О чем, собственно, договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко, во всяком случае, публично, что они смогли рассказать. Как минимум, Беларусь и Россия продолжают практику военных учений на территории двух стран. Также Россия поставит Беларусь комплекс С-400 и Искандер. Вчера днем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал глупостью и заявление, которые не соответствуют действительности о том, что Путин летит в Минск, чтобы принудить Александра Лукашенко непосредственно участвовать в российской агрессии и вести на территорию Украины белорусскую армию. Хотя в то же время Лукашенко сказал, что в Беларуси будут базироваться самолеты, способные нести ядерное оружие. Правда, Лукашенко назвал его специфическим. Давайте также посмотрим. Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас в советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы. Это не угроза кому-то. Формально Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились, чтобы обсудить вопросы экономики, союзного государства, военно-политического положения двух стран, также энергетики. После переговоров они общались с государственными журналистами, корреспондентами белорусскими и российскими. И Александр Лукашенко сказал, что в газовом вопросе достигнуты договоренности с Российской Федерацией. Правда, какая цена теперь будет для Беларуси на газ в 2023 году, Лукашенко пока не озвучил. И примерно около 12 ночи по минскому времени Владимир Путин улетел в Россию. Его так же, как и встречал, Александр Лукашенко провожал лично в Минский аэропорт. Алексей. Рома, спасибо. Роман Васюкович обобщил итоги первого за три с половиной года визита Путина в Минск. И это мы сейчас продолжим обсуждать с белорусским политологом Валерий Карбалевич. Присоединяется к нашему эфиру. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Вот все в соцсетях сейчас обращают внимание, что Путин и Лукашенко с 2020 года встречались десятки раз в России. И вчера Путин прилетел в Минск. Как вы думаете, зачем ему это было нужно? Я думаю, что смысл этого визита такой политико-символический. Надо было продемонстрировать благосклонность, уважение к своему единственному союзнику. Вся проблема в том, что у России-то единственный союзник остался. И куда теперь ему лететь? Вот на G20 он не полетел, потому что там было ему некомфортно. А здесь, в Минске, в Беларуси, ему достаточно комфортно психологически, такая психотерапия. И поддержать союзника, и продемонстрировать ему свое уважение, свою благодарность за поддержку. Я думаю, что вот главный смысл визита был именно в этом. Ну а какие-то по дороге, по пути решали и экономические вопросы, и проблемы присутствия российских вооруженных сил на территории Беларуси. И, возможно, Россия действительно хотела бы более активного вовлечения Беларуси в эту войну в Украине. Эти вопросы обсуждались, но когда мы слышали публичные выходы на публичную площадку двух лидеров, то мы практически слышали какие-то совершенно отвлекающие вещи. Типа того, что обсуждали проблему космоса, обсуждали проблему атомной энергетики, много говорили о футболе, о чемпионате мира. Но вот тема войны в Украине, тема вообще Украины, она практически, за небольшим исключением, осталась вообще за кадром. Стороны тщательно обходили этот вопрос, причем если на предыдущих встречах Лукашенко очень хвалил Путина, говорил, что все правильно делает Россия, что начала войну с Украиной. А вот сегодня эта тема вообще не звучала. Такое впечатление создается, что Путин и Лукашенко пытаются создать какую-то свою параллельную реальность. И вообще, чтобы тема войны была такая рутинизирована, чтобы она шла в одном ряду с такими простыми, не очень важными проблемами, как промышленная кооперация, как импортозамещение. Ну и на этом фоне и тему войны вскользь упомянуть. Да, Валерий, я как раз хотел вас об этом спросить. Публично, кажется, только Лукашенко один раз упомянул Украину. Вот во время вчерашних этих пресс-конференций. Но как вы думаете, на самом деле, за закрытыми дверями они обсуждали Украину? Безусловно. Об этом говорит то, что с Путиным приехал министр иностранных дел России, Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу. И они встречались с своими белорусскими коллегами. Поэтому тема эта, безусловно, присутствовала. В каком виде, в каком формате и какие перспективы использования России территории Белоруссии и Белоруссии вообще в этой войне. Ну, это вопрос, на котором пока ответа нет. Возможно, мы получим этот ответ в недалеком будущем, когда увидим некие практические действия сторон в ходе вот этой войны. Валерий, ну вот украинская страна заявляет, что Путин приехал требовать, чтобы армия Белоруссии непосредственно вмешалась в войну в Украине. Песков это вчера опровергал. Но мы на 300-й день войны, наверное, уже в 150-й раз зададим этот вопрос. Как вот вы думаете, может что-то заставить Лукашенко вступить в войну против Украины на стране России? Мой ответ такой скорее нет, чем да. Потому что, во-первых, против участия белорусских вооруженных сил в этой войне выступает белорусское общество. Вот в расколотом белорусском обществе по этому вопросу практически есть консенсус. Против участия белорусской армии в войне выступают как противники Лукашенко, так и его сторонники, и госаппарат, и, наверное, силовые структуры. То есть война очень непопулярна в белорусском обществе. И в этом принципиальное отличие белорусского общества от российского, где эту войну поддерживают. И Лукашенко не может с этим не считаться. Потому что вступление в Белоруссию в войну может вызвать, скажем так, непредсказуемое последствие с точки зрения внутренней стабильности в Беларуси. И это будет, Валерий, страшнее для Лукашенко, чем протесты 2020 года, которые он смог подавить? Ну, никто не знает. Это же как бы гипотезы, предположения. Но, во всяком случае, белорусское общество восприняет это в штыки. В каком виде, в какой форме, никто не знает. Ну, а страх, он как бы таким фактором является важным в любом случае. Ну, и второй момент. Одно дело вступить в войну, которая для России идет успешно. И тогда можно получить какие-то трофеи военные, политические, экономические. И совсем другое дело вступать в войну, которая для России идет неудачно. Зачем поддерживать лузера? Это тоже очень такой прагматичный, циничный подход. Поэтому я очень сомневаюсь, что Лукашенко пойдет на такую авантюру. Валерий, а как вы думаете, Лукашенко понимает, что Путин проигрывает войну? Это как-то отражается, вот как вы думаете, в их диалогах, например? Думаю, что понимает. Хоть риторика звучит другая. И даже по неких отдельных репликах можно сказать, что неожиданно для него украинская армия оказалась гораздо более способной. И даже Лукашенко говорил, что нам надо воспринимать опыт этой войны и воспринимать, я так понимаю, как воюет украинская армия. Другое дело, что он публично об этом сказать не может. Что там происходит на внутренних диалогах? Сложно говорить. Они проходят часто, они проходят долго, по пять часов разговаривают. Вероятно, идет какой-то торг. Но на самом деле, думаю, что мы никогда об этом не узнаем. Валерий, я тот же вопрос вам задам чуть иначе, переформулируя его. Я спросил вас о том, может ли что-то заставить Лукашенко вступить в войну. А если спросить иначе, есть ли у Путина какой-то рычаг, надавив на который, Путин может заставить Лукашенко это сделать? Ну, знаете, рычаги, конечно, есть. И экономические, и политические, и психологические. Лукашенко очень сильно критически зависит от российской поддержки. И именно российская поддержка позволила ему удержать власть в критические дни августа-сентября 2020 года. Поэтому рычаги есть. Другое дело, готов ли их Путин сегодня полностью использовать. Потому что я так думаю, что Лукашенко вполне использует на этих переговорах и на этих торгах аргумент. Что, дескать, вот я веду войска в Украину, а у меня в стране повторится история 2020 года. Нужен ли вам политический кризис у своего главного союзника? Вполне возможно, что этот аргумент и работает. Валерий, ясно. Спасибо за этот анализ. Валерий Карбалевич, белорусский политолог. Мы обсуждали первый за три с половиной года визит Владимира Путина к Лукашенко в Минск. Спасибо. Визит Владимира Путина в Минск вчера комментировали, конечно, и в Киеве. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, как мы уже говорили, Путин приехал требовать, чтобы армия Белоруссии непосредственно вмешалась в войну в Украине. Мы понимаем, что Путин требует отключения Белоруссии в войну с нашей Украиной. Великое желание, насколько мы понимаем, насколько мы ведем информацию, а не у Лукашенко, а не у его граждан, нет таких желаний. О том, что Путин приезжал в Минск требовать от Лукашенко вступления в войну, говорит и представитель Украинского главного управления разведки Андрей Юсов. Вместе с тем он считает, что пока о планировании совместных операций российских и белорусских военных против Украины речи не идет. Если бы речь шла о конкретной подготовке операции, то это уже уровень другой, скажем, генеральных штабов как минимум. Если встречается Путин и тем более едет к диктатору, это означает, что не все так хорошо, как он хотел бы на самом деле. Но уговаривать, возможно, будет. И, безусловно, это одно из мечтаний Путина – втянуть режим Лукашенко и Беларусь в полномасштабную наземную операцию. Ну, сейчас украинское командование уже готовится к возможному наступлению со стороны Беларуси. По словам Алексея Данилова, секретаря СНБО, этот вопрос обсуждался в воскресенье на заседании ставки Верховного Главнокомандующего. Подробности Данилов не привел. Ранее командующий объединенных сил ВСУ Сергей Инаев говорил, что Россия собственными силами попытается начать новое наступление с территории Беларуси, как это было в феврале, и предпримет новую попытку захвата Киева. На наш погляд, в ходе цей зустречи будут відпрацьовуватися питания подальше агрессии проти Украины, більш широкого залучення Збройных сил Республики Беларусь до операций проти Украины, зокрема, на нашу думку, и на суходоле. Россия уже готовит солдат для нового наступления на Киев. Об этом в интервью американской газете New York Times заявила и советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Как утверждает Подоляк, речь идет о подготовке массированного пехотного наступления, подобно боям времен Второй мировой войны. В офисе президента Украины считают, что подобное наступление России не будет эффективным, потому что у Киева есть современное оружие и дроны, и потери российской армии могут быть слишком велики. И на фоне заявлений советников главы Офиса президента о новом наступлении российской армии на украинскую столицу, сам президент Украины Владимир Зеленский просит у западных партнеров новых поставок оружия. Зеленский вчера выступил на встрече лидеров Объединенных экспедиционных сил. Вот в эту организацию входят 10 государств севера Европы. Это Великобритания, страны Скандинавского полуострова, страны Балтии, Исландия и Нидерланды. Президент Украины по очереди обращался к лидеру каждой страны и говорил, какое оружие эта страна могла бы предоставить украинской армии. Пані министры обороны Нидерландов, немає жодного пояснення, тому що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема леопардів. Це життєво необхідно. Пане прем'єр-міністр Швеції, ви маєте хороші системи Арчер, я дуже прошу вас ухвалити рішення щодо них. І також ви можете посилити спроможність в захисті неба. Якщо можете, це зенітно-ракетні комплекси РБС-98, це літаки, гріпи. Ось просьбу Зеленського ми планировали обсудити в нашому ефірі з другим советником Глава Офіса Президента Сергеем Олещенко, але в Києві за российських бомбардировок нет света, і зараз ми не можемо просто до Сергія Олещенко дозвонитися. Надеюся, що у нас все-таки це в течіні ефіра зробити. І так, сьогодні 300 дні з начала полномасштабного вторження Росії в Україну. 300 дні назад. Російські военні вперві бомбили Київ і продовжують це робити. За ці 300 дні, то, що ми не могли і раніше себе представити, массірованні ракетні бомбардировки мірних українських городів, стали для российських военних рутиной. Але рутиной не стало продвиження вглубь українських територій. За ці 300 дні войны вооруженні сили України освободили більше половини захвачених з 24 февраля територій. Согласно підсчетам британської розвідки, після деоккупції Херсона і зачистки правого берега Днепра на юге України суммарно освобождені 54% території, оккупованной Росії, после начала Большой войны. Многі з освобожденніх городів российські военні продолжають обстреливати. Більше всього ударів прямо зараз российські военні наносять по Херсону. Там же до сих пор нет света, води і тепла, тому що, уходя, росіяни подорвали объекты інфраструктури в Херсоне. Ну а вот пригороди Києва, Буча і Єрпень були освобождені одніми із первих в самом конце марта. Як сейчас выглядят ці городи, і багато ли удалось восстановити там через 8 місяців після деоккупції, своїми глазами увидела наш корреспондент Юлия Жукова. На дорогі положили новий асфальт. По-прежнему, первое, що бросається в глаза – побиті дома і дырки от осколков на воротах. Але є і то, що вже в процесі восстановлення. На місці разрушених домів Буча на уліце Вокзальна за деньги іностранних донорів почали строити вже нові, такі, современні доми. Здесь, наприклад, вже накрывають крышу. Рядом ізображен проєкт, як дом буде выглядеть по завершению. Але так повезло тут не всем, говорить Зинаїда Осиповна. Женщине со своей сім'єю дом пришлось ремонтирувати самостоятельно. Вот це вибило. Бачите, як позаделували. Подбивали. Зима йдет, що робити? Можеш, можеш вернути когда-нибудь деньги. Часть фасада полностью переделували, заменяли окна. Все це снесло взрывной волною. В 21-м году делали ремонт. Тело, що фашист, то й сделал Путин. Сосед Зинаїды Валентин тоже із тех, хто отстраиває дом сам. Вот это, де кирпичами заделано, це всі сквозні прострели були з той сторони. Крішу восстановив, окна вони поставили. Местна власть? Местна власть, да. І то, я еле вибігав. Але внутри, говорить Валентин, ще дуже багато роботи. Поднимали потолки, доски меняли. Здесь все пробретало, все буквально. Стекол не було. А это тот самый знаменитый разбитый мост, который соединяет Бучу-Юрпень. Многие знают эту локацию, поэтому фото, когда украинские военные под обстрелом эвакуировали людей. Пока идет ремонт моста, для машин сделали специальный насыпной переезд. В самом городе еще тоже есть следы войны. Это жилой комплекс «Ирпеньские липки». Этот квартал, наверное, больше всего пострадал от российских обстрелов во время боев в Киевской области. Дом практически разрушен, тут сейчас никто не живет. И сюда, наверное, приезжало больше всего официальных делегаций из разных стран мира. Но, как видите, пока никто не взялся восстанавливать этот дом. И местные жители на уцелевшей стене сделали такой плакат с QR-кодом, по которому финансово им можно помочь в восстановлении этого дома, потому что все это очень затратно. Ремонтируют пострадавшие дома в основном жители своими силами или при помощи иностранных доноров. Денег из местного бюджета на всех не хватает, да и времени ждать нет, ведь жить где-то надо. Поэтому за лето многие свои дома к зиме подлатали. Вот этот, например, на первый взгляд кажется неповрежденным. Но в эту многоэтажку было как минимум 27 попаданий в крышу, поврежден фасад, выбиты окна. И все это местные жители восстанавливают за свой счет. Ольга как раз живет в этом комплексе. На период боев из Ирпеня не выезжала. Вот так ее дом выглядел после отступления российских войск. А вот так он выглядит сейчас. Мы полностью восстановили дах, полностью восстановили все насадение, потому что все было сруйновано. Я скажу, что очень большими темпами восстановился дом. Впереди, говорит Ольга, еще очень много фасадных работ не везде заменили разбитые окна. Но женщина уверена, после капитального ремонта жилой комплекс будет еще лучше. И она, как и раньше, с соседями соберутся у себя во дворе на новогодние праздники. Но это планы на следующую зиму. Это еще надо пережить. Но я думаю, что мы это сможем как-то переподолвать. И будет все хорошо. Юлия Жукова, Андрей Шурин. Настоящее время. Украина. Ну а жители поселка Кутузовка в Харьковской области прожили под оккупацией два месяца. После освобождения поселок тоже, как и Херсон сейчас, российские военные постоянно обстреливали. 20 человек в Кутузовке остались без крыши на головой. И вот уже больше 10 месяцев живут в подвале, где раньше прятались от бомбежек. С жителями Кутузовки об оккупации и об освобождении поговорила наш экспонент в Харькове Полина Морозова. Вот так жители Кутузовки встречали украинских военных, когда они освободили поселок от российской оккупации. 130 человек без света, еды и медикаментов пережили оккупацию в этом подвале. Мы любим свою Украину. Мы жили верой, что наши ребята скоро придут. Слава Украине! Слава Украине! Это женщина Алла Лесненко. Она с первого дня полномасштабного вторжения была здесь со своими односельчанами. И до сих пор опекает свою подвальную семью. Вот такой у нас вот подвал. Вот это мой муж сделал поручень для наших девушек, которым за 70. Также сделали свет, чтобы было видно, куда спускаться. Со временем Алла с мужем оборудовали здесь небольшую кухню на газовых баллонах. И женщина продолжает готовить для своих каждый день. Сейчас намного людей меньше уже стало, но все равно готовлю. И что сегодня на обед? Это еще вчерашний нас обед, еще не приготовили. Это на вчерашний борщ еще. Чуть-чуть осталось борща. В подвале сухое тепло. Вот от этой буржуйки следит за огнем Надежда Рыжкова. Не баба Надя, а кочегара. Так и не вернулись к себе домой из этого подвала 20 человек. Их дома разбили российские военные. После ухода из поселка они начали его нещадно обстреливать. У Надежды Рыжковой сначала разбили квартиру, а через месяц и гараж сгорел, куда перенесла уцелевшие пожитки. И осталось вот так. Благодаря людям надавали. Так что живем. Ну, бывает. Плачем и скачем. Все бывает. Все как один в подвале называют друг друга семьей. Они больше 10 месяцев выживают здесь вместе. Ну, ничего. Мы дружные, Господи. Бывало все, Господи. И погиркаемся, и помиркаемся. Но мы в мировой печку топим. Ночью одна встала, подложила. Я на подвале, к тете Наде. Дом Наталии тоже сгорел. Идти больше некуда. Но и выезжать из родного поселка не хочет. Нам бы силы дав Бог здоровья и жития. А больше мы ни на что не надеемся. Ни на что. Так как выйдешь из подвала, скажут, выходь из подвала, а нам не дойти. Люди боялись, что их могут из подвала выселить, потому что российские военные во время очередного обстрела его повредили, рассказывают местные жители. А чтобы зимой в подвале не мерзли, заготовили дров. Вот. Они все лето возили дрова, запасались, чтобы мы зиму не задумывались, топили, сколько нам нужно. Вот мой муж недавно сказал, не экономьте, хватит зимы, на всю зиму, до весны еще хватит дров. Так что у нас все будет доброе. Кроме 20 постояльцев, в этом подвале себе приготовили кровати все жители поселка на случай, если обстрелы возобновятся. И кошек брошенных тоже пригрели у себя. Вы подивите, как он приблудовый вырез. Гляньте. Вот, 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 посыль. Вот, повезло. Ой, хороший хлопок. Полина Морозова. Настоящее время. Харьковская область. Украина. Итак, Кутузовка, Купинск в Харьковской области, Буча, Ирпень в Киевской и Херсон. Сотни освобожденных населенных пунктов за эти 300 дней войны. И в десятках населенных пунктов после освобождения украинские военные находили тела убитых российскими военными мирных жителей. В том числе сотни тел мирных жителей были обнаружены в Буче. Немецкий журнал «Шпигель», пересказывая перехваченные телефонные разговоры российских солдат, писал, что ключевую роль в зверствах в Киевской области тогда сыграли наемники частной военной компании Вагнера. Уже после Буча вербовать ЧВК Вагнера в России начали заключенных тюрем. И по некоторым данным, на войну против Украины завербовать в колониях там смогли до 23 тысяч человек. Сейчас наемники ЧВК Вагнера воюют на Донбассе, под Бахмутом. Британская разведка накануне объяснила, как именно действуют подразделения вагнеровцев на Донбассе. Отдельные группы необученных бойцов продвигаются, а их командиры находятся в безопасном месте и следят за ними при помощи беспилотников. Если солдаты отклоняются от курса без разрешения командования, то их могут казнить. Подробнее о том, какие российские подразделения сейчас несут самые тяжелые потери под Бахмутом, и почему вместе с военными экспертами и украинскими военными разбирался мой коллега Юрий Баранюк. Это восточный Бахмут с воздуха. Кадры опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов. На километры вокруг только руины. Но если присмотреться, видно и пехоту, и бронетехнику. Военные дерутся буквально за каждый метр. Если опуститься на землю, сразу становится понятно, насколько ожесточенные бои ведутся за Бахмут. В этом минутном ролике украинской разведки минимум пять погибших российских военных. Аналитик Алексей Гетман сообщил нашей редакции, что тела часто лежат так по многу недель, а сами окопы уже легко можно спутать с картинами передовой времен Первой мировой войны. В официальных сводках украинского генштаба потери Москвы много дней исчисляют только сотнями. В условиях войны оперативно проверить эти данные невозможно. Но косвенные признаки подтверждают, что на Восточном фронте сейчас самые ожесточенные бои. Военный аналитик Алексей Гетман считает, что там могли погибнуть до 20 тысяч российских военных. Мы это опять же точно не можем вычислить, но там больше 20 тысяч погибло только на этом направлении. То есть пятая часть, по сути, за все время полномасштабной войны, пятая часть погибла именно под Бахмутом, потому что там они просто не жалеют людей. Многие из них, по данным украинских военных, наемники ЧВК Вагнера. О том, что они воюют на бахмутском направлении, подробно пишут аналитики британской разведки. Они отмечают смену тактики бойцов ЧВК. В Минобороны Великобритании заметили, что российские наемники стали действовать более мелкими группами. Таким же наблюдением на прошлой неделе с нашей редакцией поделился командир украинского батальона «Свобода» Петр Кузик. Еще одна функция, которую, по данным аналитиков, возлагают на российских заключенных, — разминирование фронта и разведка боем. Это такая тактика, когда военные провоцируют противника на артиллерийский или пулеметный огонь, чтобы вычислить замаскированные позиции. Пока одни мелкие группы вскрывают огневые точки украинских военных, другим вагнеровцам часто удается продвинуться максимально близко к позициям ВСУ. Далее следует штурм. За один день их обычно бывает несколько. Защищающие позиции военные Украины признаются, что в количестве личного состава и в количестве оружия перевес на стороне России. Уже бывали випадки, что уявиться, что настолько большое количество штурмов было, что на боевых позициях закинчивался запас стрелковых боеприпасов. Как правило, на позиции всегда есть запас для стрелка плюс три дня. Бахмут сейчас продолжает оставаться самой горячей точкой на фронте. Война полномасштабная, война идет уже 300 дней, штурм Бахмута, российские войны начали 1 августа, то есть бои за него идут уже больше чем 140 дней и практически не прекращаются. Украинские телеграм-каналы сообщают, что из самого города сейчас удалось выбить российских военных. Ну а в городе, за который уже 140 дней идут бои, продолжают оставаться мирные жители. И на линии фронта, и в самом Бахмуте работает наш корреспондент Андрей Кузаков. Они садятся в бронированную машину и отправляются по ежедневному маршруту. В то место, которое сейчас, наверное, одно из самых опасных в мире. Это город Бахмут. Звернулись люди с проханием их допомогти им выехать, эвакуироваться. Потом у нас в планах заехать до девчинки, которая мешает со своей родиной в подвале в Бахмуте. Задача этих полицейских – спасать людей. Они вывозят мирных жителей, спасают раненых и привозят помощь. Это специальный экипаж, прозванный «Белыми ангелами». Но сегодня у них особая миссия. В городе разбитые многоэтажки, слышны звуки разрывов мин и снарядов. Маленькая девочка Аня живет здесь с семьей. Подарков много – ручки, карандаши, сумочка. Ребенок счастлив. Вот новенькие тебе карандашики. Ого, мама! Лиля, смотри! Ну какая же девочка без куколки? Глянь, какая. Ого! Все, принцесса. Принцесса. Полицейские призывают родителей выехать из города. Сказать, что здесь опасно, ничего не сказать. Побеседуешь с Антонией? Некуда и не за что выезжать. Полицейские предлагают жилье. Могут даже дом дать, ну, понятное дело, не с суперидеальными условиями. Ну, смотрите, а работа, за что жить? Ну, работать… Ну, вот поседка в каком-то селе, две тысячи переселивших. Ну, я вам сразу скажу мой личный пример. У меня мать, она переселенец, она работает, поэтому, ну, кто хочет, тот всегда найдет. Девочка Аня уже не помнит, когда видела солнце, и видно, что ей не хватает общения. Вот, это мой домик. Девочка Аня обнимает и целует на прощание. А мы тем временем поднимаемся наверх, где единственная реальность – война. Белые ангелы отправляются передать пожилому мужчине лекарства. Оказывается, что та улица, где он живет – это окраина Бахмута, на которую, по уверениям российской пропаганды, уже зашли их подразделения. А, это ж, материться можно? Те пропагандоны, они же говорят, что уже в Бахмуте. Вот он край Бахмута, мы стоим на нем. Так что все это ложь и провокация. Хотел бы сказать по-другому, но не буду. Да, это окраина Бахмута, вот заканчивается улица и конец. Это одна из самых опасных улиц, находиться на этом месте долго нельзя, поэтому полицейские из экипажа «Белые ангелы» передали медикаменты. Сейчас надо уже быстро выезжать. Здесь должны быть люди. Полицейские осматривают двор, никого нет. Едут по другому адресу. Эта команда уже не раз попадала под обстрел. Выйхали раз в район пожарной части. И не доезжаю, тоже берут мины. Пробили два колеса, еле уехали. Нормально, все живы-здоровы. Под звуки взрыва в экипаж «Белого ангела» прибывает на другой адрес. Давайте, пошло, как дела. Сейчас этих людей повезут в более безопасное место в городе. Звучит дико. А менее опасно то место тем, что туда тоже прилетают снаряды. Но не так часто. Но такова реальность. Так, да, сейчас волонтеры подъедут через годину и доставят их до места Днепра. Там их встречает внук. Вот он, Бахамут. Наверное, самое страшное место на фронте. Атмосфера, конечно, такая ужасающая. Страх витает в воздухе. Все побито. Но люди здесь живут. Кто за хлебом, кто за гуманитаркой. Люди голодные, люди заляканные. Дуже много пораненных. Медиков у нас нет, но мы уже занимаемся тут и перевязками. Ну, уже дуже страшно. Полицейские тем временем готовятся к новому маршруту. Завтра они опять будут спасать людей. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Поли. Настоящее время. Украина. Украинских военнопленных, которые находятся в колонии в оккупированной Горловке в Донецкой области, отправляют на фронт в составе российских подразделений. Об этом рассказала директор правозащитного фонда «Руссидящая» Ольга Романова. Оно утверждает, что военнопленным и тем, кого в России таковыми считают, предлагают подписать отказ от обмена ради свидания с родными и помилования. Если человек подписывает такой отказ, свидание действительно разрешают, но сразу после этого пленному выдают паспорт гражданина России и тут же вручают мобилизационную повестку. Словом Романовой, за свидание с близкими вступить в войну на стороне России предлагают и осужденным украинским судом заключенным из колонии на захваченных территориях Украины. Речь может идти о нескольких тысячах человек. И аналогичный выбор предлагают и украинским гражданам, которых российские военные фактически взяли в плен. Это украинцы, которые не прошли так называемую фильтрацию. О том, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается мобилизация, утверждает и украинский генштаб. В Горловке, по информации украинских военных, повестки вручают работникам коммунальных предприятий, а также тем, кому раньше предоставляли отстрочку. Ольга Романова, глава фонда «Руссидящая», сейчас присоединяется к нашему эфиру. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. — Расскажите, как вы узнали об этой схеме в колонии в Горловке, что там украинских военнопленных по такой схеме отправляют на фронт? — Вы знаете, у нас, конечно, есть информация из разных зон, в том числе есть информация и из Горловки. Мы, конечно, бережем информатора. Он нам сообщает, что и в инопленные, и те, кто к ним по сути приравнивается, а это еще и гражданские, это с эпизодами службы в АТО и в ООС. И предлагают подписать отказ от обмена, в обмен на связи с родными. И мы знаем, например, что морпеху из 35-й бригады, которые живут в Мариуполе, они приезжали на свидание, и он был вынужден подписать отказ от украинского гражданства и взять российское гражданство. После свидания пленному выдают паспорт России, но продолжают содержать в колонии. И потом ему уже в колонии вручают мобилизационную повестку российскую. И предлагают на выбор один из трех вариантов. Служить в, не служить, а быть наемником в ЧВК «Вагнер» или идти в так называемый батальон имени Богдана Хмельницкого, либо партизанский отряд Ковпака. Я так понимаю, что это такие образования, не сказать, что группировки вполне себе полубандитские. Или, по примеру, батальона Сомали знаменитого, печально знаменитого под командованием Гиви, где вы были 8 лет назад. Вот 8 лет назад. После этого человека уже в колонию не возвращают, а тем, кто остался в колонии, говорят, что он помилован и ушел на все четыре стороны. Но это не так. Ну и плюс ко всему, это то, что происходит в колонии Горловки. В колонии Горловки содержится несколько десятков человек, бывших заключенных и нынешних заключенных, которые содержались в тюрьмах Херсонской области в местах лишения свободы. Их не все перевезли в Россию, но в Россию перевезли порядка 2,5 тысяч человек из Херсонской области. Плюс еще, мы знаем, из Николаевской области перевезли, когда территория была, когда была возможность у российских военных вывезти оттуда заключенных. В Николаевской области, да, была захвачена Васильевка. Да, 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 да. И оттуда были захвачены. Да, да, да. Значит, это то, что касается Горловки. В эти отряды, в три отряда ЧВК «Вагнер», дивизия Богдана Хмельницкого и партизанский отряд КОВПК, также вербуют гражданских, в том числе работников коммунальных служб. Да, мы это подтверждаем. И происходит такая вещь еще и внутри России. Мы знаем порядка 10 колоний, куда распределили заключенных из Херсонской области. Это в основном юг России, Ставропольский край, Краснодарский край, Волгоградская область, ну, есть и Владимирская область. И там этим заключенным тоже предлагают взять российское гражданство и вербоваться там уже только в ЧВК «Вагнер», там без дивизии Хмельницкого и артерида КОВПК. И есть большая угроза. То есть, если ты не соглашаешься с такой схемой, то твой приговор, который был вынесен на территорию Украины, украинскими судами за преступления совершенного на территории Украины, эти приговоры будут пересматриваться российским судом и далеко не в сторону улучшения условий и улучшения каких-то сроков. Нет. И если ты отказываешься, то ты содержишься отдельно, без общения с российскими заключенными, с российскими коллегами, так сказать. И эти условия не самые лучшие. Ульга, а вы понимаете, сколько сейчас людей, находящихся в заключении, особенно военнопленных, на эту схему согласились? Или судить об этом мы пока не можем? Нет, пока мы не можем судить. Мы знаем о, по крайней мере, единичных случаях. Это пока не массовая история. И я очень надеюсь, что украинцы не будут воевать против украинцев. И ко всему прочему, все-таки я хочу заметить, что среди этих людей, насильных перемещенных в Россию, есть еще порядка 300-400 украинцев, которые были помещены в СИЗО в момент оккупации. И это в основном люди, которые выступали с проукраинских позиций, которые сражались с оккупантами. И их положение, наверное, самое-самое серьезное. Если российские власти выяснят, за что они были схвачены, по всей видимости, их будут судить за терроризм. Поэтому, конечно, хорошо бы, если бы они об этом не узнали. Пусть лучше люди говорят, что они переходили дорогу в неположенном месте, или, я не знаю, украли кошелек или курицу. По крайней мере, тогда будут какие-то другие сроки, другой подход, но что делать, да? Плюс ко всему мы говорим еще и об украинских гражданах, которые не прошли фильтрацию. Это тоже очень сложный случай, поскольку по любым конвенциям женевским, если человек когда-то служил много лет назад в полиции, или подписывал контракт с Азовом, с ВСУ, и не был военным на начало войны, он не может считаться военнопленным. Но российские власти думают по-другому, им глубоко наплевать на женевские конвенции. И тогда такие захваченные люди, гражданские, по сути своей, они приравнятся к военнопленным. — Ольга, я вот понимаю, что я сейчас произнесу слово «честность», оно странно прозвучит в этом контексте, но вот вы понимаете, когда этим военнопленным или тем, кто был взят в плен из гражданских на оккупированных территориях, когда им предлагают эту сделку, вы отказываетесь от обмена в обмен на встречу с родственниками и помилование. Вот условия этой сделки, они сразу озвучиваются? Они знают, что их потом отправят на фронт? Или об этом умалчивается, и только после того, как эта встреча произошла, люди получают эти мобилизационные повестки? — Ну, вообще это шантаж. Вообще это шантаж. Хочешь увидеть дочь, жену, мать, ты должен согласиться на то, что ты отказываешься от украинского гражданства. — То есть они, собственно, соглашаясь на эту сделку, не знают всех ее условий или знают? — Они не знают всех ее условий. Они не знают всех ее условий, они не знают, что потом, после получения российского гражданства, придется воевать. — Ясно. Ольга, спасибо вам огромное. Спасибо, что рассказываете. Есть вот такие фактически инсайды из мест заключения уже не только из самой России, но и из оккупированных территорий. Это, в общем, редкость в наше время. Информации этой мало. Ольга Романова, глава фонда «Руси Диащая», был гостем нашего эфира. Спасибо. — Спасибо. Ну вот перед тем, как перейти к следующей теме, я вновь хочу попросить вас поставить лайк этой трансляции, чтобы ее увидели как можно больше людей. Ну а еще, если у вас есть информация, которую вы хотите поделиться с нашей программой или история, которую вы хотите рассказать нашим журналистам, напишите нам письмо на электронный адрес morningsobakacarantime.tv Вы видите сейчас этот адрес на своих экранах. В конце программы мы немного поговорим о том, как сейчас в России и Украине в преддверии Нового года украшают города. Начнем с Санкт-Петербурга. Там демонтировали инсталляцию, которую власти города раньше установили на Дворцовой площади. Инсталляция называлась «Двойные сердца». Два сердца, на одном из которых написано «Санкт-Петербург», а на другом «Мариуполь». Разобрали их менее чем через неделю после установки, потому что местные жители написали баллончиком на сердце с Мариуполем надпись «Убийцы, вы разбомбили его, Иуды». Вообще в России перед Новым годом устанавливают много различных световых инсталляций, но это выглядит так, как будто праздновать будут не Новый год, а именно так называемую спецоперацию. Перед входом в парк Горького с Крымского вала в Москве установили три буквы символа спецоперации «ЗВ» и «О». Вы видите сейчас эти буквы. Аналогичная инсталляция появилась перед входом ИНОВДНХ, и все это сейчас активно обсуждают в соцсетях. И воинственными символами к Новому году наполнили не только Москву. В Твери возле администрации на елку повесили гирлянду с бумажными фигурками американского президента Джо Байдена, президента Украины Владимира Зеленского, лидера Франции Эммануэля Макрона, певицы Алла Пугачева и Максима Галкина, который, напомню, осудил вторжение России и в Украину. И каждая фигурка имела такие пунктирные линии по краям. И надпись «Оторви мне что-нибудь» Зеленского уже, ну вот как пишут в соцсетях, лишили ноги. Позже гирлянду сняли, писал РБК. Ну а в Белгороде на детский утренник Дед Мороз приехал на БТРе. По его словам, добраться на утренник ему помогли российские военные, так как его сани застряли в снегу. Вот елки, несмотря на войну, украсили и в Украине, и на главной елке Украины вчера даже зажгли гирлянды, несмотря на то, что Киев после вчерашнего массированного российского удара по объектам энергетики по-прежнему наполовину обесточен. Как и в прошлые годы, установили елку на Софиевской площади, в этом году она в цветах украинского флага и подсвечивают ее специальные энергосберегающие гирлянды, которые запитаны от генераторов. В Харькове в целях безопасности главную елку города установили под землей на станции метро, и там тоже не обошлось и без военной тематики. В украшениях, например, во Львове также вместо традиционной звезды на верхушку поместили противотанковый еж, ну а в Николаеве соорудили конструкцию в виде елки из мешков песка и маскировочных сеток. Украсили дерево самодельными игрушками и шарами с пожеланиями. Новые годы завсегда хорошо, тем более такая елынка получилась, вот мы шарики принесли, подписали их, ну вот ребенку все-таки Новый год. Не хотим его от этого из-за войны там отвлекать или как-то. Еще одну особенную елку в Киеве установили на железнодорожном вокзале. Там гирлянды на дереве светятся не от генераторов, ну а, в общем, напрямую от стороне пассажиров. Хочешь, чтобы елка загорелась, нужно покрутить педали. Вот как это выглядит. Ну вот о том, как вообще украшают Украину в условиях ракетных ударов по энергетике мы еще расскажем в нашем эфире. Ну а на канале «Настоящее время» вышел фильм «Голод», который рассказывает о трагедии столетней давности на территории тогда еще РСФСР. Тогда массовый голод затронул Поволжье, Урал и Юг Республики, в том числе территории современных Украины и Казахстана, из-за чего, по подсчетам историков, погибли по меньшей мере 5 миллионов человек. Фильм должны были показать в российских кинотеатрах, но Минкульт сам же отозвал ранее выданное прокатное удостоверение. Власти расценили картину как, цитата, неуместную для показа. Голод 20-х, он пошел в историю как первый советский голод. Голодная зона, если можно так говорить, шла с Украины на западе до Урала. Был голод около Петрограда. Там было причудливое, очень сложное переплетение сразу нескольких факторов. Это, во-первых, истощение страны, экономики страны, вообще хозяйственное истощение России в результате Первой мировой войны и последовавшей за ней гражданской войны. Когда значительная часть населения сельского, мужского населения была отвлечена на военные усилия, соответственно, сократились посевы и, соответственно, сократились и урожаи. Когда после смены власти активизировалась политика конфискационная по отношению к крестьянству. Приходили белые, приходили красные, вновь приходили белые. Все шло за счет деревни. Лошадь пала, забирают ближайшие деревни. Телега сломалась, забирают ближайшие деревни. Продовольствия или сена не хватает, забирают. А теперь давайте сведем один плюс один. То есть неурожай, слабое хозяйство и вот эту вот сложнейшую ситуацию с отсутствием ресервов, ресурсов и дополнительных источников. Вот мы и получили то, что получили. Массовый гол в Советской России начался в начале 20-х годов прошлого века. По неофициальным данным, голодали около 40 миллионов человек и погибли по разным оценкам от 5 до 6 миллионов. Даже были случаи каннибализма и вот в тот момент на помощь пришли страны Запада. Решающая роль была за США в Советскую Россию. Эти страны поставляли продукты, медикаменты и одежду. И этот документальный фильм смотрите на нашем канале сразу после программы «Утро». Это прямой эфир настоящего времени. Мы открываем информационное вещание нашего канала по будням в 9 часов утра по Киеву и Риге и в 10 часов по Минску и Москве. В конце нашего эфира я вновь попрошу вас поставить лайк нашей трансляции. Если вы смотрите нас в Фейсбуке или на Ютубе, так работают алгоритмы, так наша программа увидит еще больше людей. Спасибо, что провели с нами последний час и включайте нас завтра. «Мародерят» все, что видно, все, что лежит, все, что хорошо лежит, все, что плохо лежит, все короче. Подчистую. Тянули все подряд, полностью все, ложки, вилки, тарелки, посуду. Тут вывозили холодильники и все, на и так же. Здесь у них был, получается, военный объект, стратегический объект. Военный лагерь, да. «Мародерят» «Мародерят» «Мародерят»